Кто пьет молоко натуральное – здоров и бодр. Кто пьет правильное молоко А2 – здоров и бодр на долгие годы. Бескрайние луга и плодородные земли – вот с чего начинается Новопышминское молоко. Новопышминское молоко А2 – возвращение к старым традициям. Оно не содержит бета-казеина А1, легко и благодарно усваивается. Новопышминское стадо – единственное на Урале, которое поставляет уникальное молоко А2 для здорового питания. Натуральное молоко А2 совсем недалеко. Накануне глава региона Евгений Куйвышев в рамках заседания правительства дал ряд поручений, от выполнения которых зависит своевременный и безаварийный пуск тепла. В совещании приняли участие представители администрации Асбеста по видеоконференц-связи. Готовность жилищно-коммунального комплекса Среднего Урала к отопительному сезону стала главным вопросом повестки заседания. Губернатор Евгений Куйвышев дал членам правительства, управляющим округами и главам муниципалитетов ряд поручений, выполнение которых обеспечит своевременный и безаварийный пуск тепла в Серовской области. Под особым контролем главы региона завершение ремонта коммунальной инфраструктуры, подготовка запасов топлива и техники, а также погашение долгов за потребленные ресурсы. От того, насколько грамотно и эффективно организована работа к отопительному сезону, от своевременности запуска тепла и систем теплоснабжения зависит деятельность больниц, школ, детских садов и других учреждений, ну и, конечно же, настроение, здоровье и безопасность наших земляков. Мы должны сделать все необходимое, чтобы предстоящий отопительный сезон прошел без аварий, авралов, сбоев и способных негативно отразиться на качестве жизни. По словам главы региона, в зоне особого внимания должны быть дома, в которых по программе капремонта этим летом производилась замена систем теплоснабжения. Губернатор отметил, что сейчас важно оперативно завершить оставшиеся ремонты коммунальных объектов и до 10 октября обеспечить стопроцентную подачу тепла всем потребителям. При этом важно обеспечить комфортную температуру как в социальных учреждениях, так и в жилых домах. Это означает, что батареи должны быть горячими, но не настолько, чтобы люди были вынуждены держать окна открытыми. Как отметили в рамках совещания, все подготовительные работы к началу отопительного сезона проходят по плану и сейчас практически завершены. Кстати, Азбест – один из лидеров по готовности жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону. Стоит отметить, что на подготовку коммунальной инфраструктуры к зиме ежегодно направляются большие средства. Так, на предстоящий отопительный сезон из областного и местных бюджетов, а также средств организации ЖКХ, было выделено порядка 4,5 миллиардов рублей. Впрочем, эту сумму превышает долг сверловчан. Он составляет более 6 миллиардов. Редактор субтитров А.Семкин